Шата Утиашвили, старший научный сотрудник Фонда стратегических и международных исследований Грузии, сейчас с нами на связи, обсудим ситуацию в этой стране. Доброе утро, Шата. Доброе утро. И что мы видим? Президент страны, оппозиция не признает эти выборы. Также мы видели реакцию международных наблюдателей, официальных западных лиц, как Европа, Канада и США, с призывами не признавать эти выборы легитимными. А вот при каких условиях эти выборы можно считать сфальсифицированными, нелегитимными? И непризнание этих выборов, даже если на уровне европейских стран и так далее, будут непризнанными, что это будет значить? При каких обстоятельствах, в первую очередь, надо понять, это может быть? Доброе утро еще раз. Вот сейчас уже появляются документы, которые прямо указывают на фальсификацию выборов. Ну, по-первых, начнем с того, откуда мы знаем, что выборы были сфальсифицированы. Во-первых, были два экзит-пола, таких крупных западных компаний, и оба указывали на то, что мечта набирала 40% голосов. Это раз. Во-вторых, во всех ваших городах, это пересеку Таиси, Батуми, Рустави, мечта получила примерно 40%, может быть, чуть больше, но никак не 54%, которые они написали. В-третьих, в участках, которые были открыты за границу, мечта получила 15% точно, а в некоторых даже 5%. Это 15% поднялись за счет Азербайджана, там, Узбекистана, и так далее. Ну, там, те участки, которые были в Западной Европе, их показатель составлял от 5% до 10%. Что они сделали, если они проиграли во всех городах и за границу? Сделали то, что вот в некоторых сельских местностях проголосовали 133% от местного населения. Там где-то 125, там 110, вот так. И вот такими методами они написали свой 54%. Ну, как мы все понимаем, невозможно, что на выборах пришли 133% местного населения. Конечно, мы всегда говорим, что там голосовали не только местные, но это те, которые были записаны туда, но жили в других местах. Но 133% слишком много. Сейчас что будет? Во-первых, вчера был огромный митинг, который показал, что Грузия, большинство его населения, не признает эти выборы легитимными, особенно в больших городах. Сейчас оппозиция собирает... Что очень важно, оппозиция сказала, что она не войдет в парламент, потому что не признает результаты выборов легитимными и не даст легитимность своим присутствием. В-третьих, сейчас что надо делать, это доказать всем, как были эти выборы сфальсифицированы, что его не признало и международное сообщество. И в-четвертых, надо работать на долгосрочный план, как можно победить это правительство, потому что ясно, что путем проведения таких выборов они просто могут записать столько голосов, сколько за голосов, сколько захотят. Еще одной особенностью этих выборов являлось электронное голосование, что оказалось полным кошмаром, потому что во всех участках было почти открыто всем ясно, за кого голосовал избиратель. И особенно в сельских местностях, там, где у правительства есть очень много ресурсов, это открытое голосование стало большой проблемой. Так что были объективнее и субъективнее предпосылки тому, что случилось. Но самое главное, что мы точно знаем, что на самом деле мечта эти выборы проиграла, и она получила где-то в районе 40% голосов. Что будет дальше, время покажет, пока это предугадать невозможно. Скажите, пожалуйста, а что на практике дает отказ представителей оппозиции не принимать эти мандаты? Как это может повлиять? Если мы берем даже подсчет, сколько? 150 человек в парламенте, минус 50, сколько? 3-4% от грузинской мечты? Примерно минус 61-89 оказывается. На практике это у них есть большинство и могут принять всякие законы, кроме конституционных. Потому что для изменения, конечно, нужно 100 голосов, если там 100 депутатов нет, то... Но есть первые вещи. Это, во-первых, избиратели, которые очень рассержены, очень рассержены и не хотят, что... Они говорят, что они голосовали не за каких-то депутатов, они голосовали за изменения. А если изменения не будут, они не хотят видеть своих депутатов в парламенте, и они в этом правы. Поэтому сейчас эти четыре оппозиционные партии, им придется следовать воле своего избирателя. И во-вторых, даже если в правовом смысле не стоит вопрос о легитимности парламента, но все-таки это однопартийный парламент, и если результаты этих выборов не признают другие страны, то правительство оказывается в затяжном политическом кризисе. И придется думать о новых выборах. Может быть, не прямо сейчас, но может быть, даже завтра, потому что в таких ситуациях было понятно, что будет завтра невозможно. Я помню 2003 год, революцию рос, когда там два дня до революции все думали, что ничего не получится, все, уже чернады победили, и он останется навечно. Так что сейчас надо, во-первых, собирать доказательства, не входить в парламент, коммуницировать с населением и с западными партнерами, и показывать стойкость и решительность. И я думаю, что, да, это не будет простая борьба, это не будет легкая борьба, но я думаю, что победа будет за грузинским народом. Я помню, вот очень важно тоже для меня, лично город Пилиси, там, где я живу, когда, который до 2021 года всегда голосовал за мечту, получил. В центральных районах получил меньше третий голосов, а в среднем по городу 40-41%, по-моему. Это важно. Это проигрыш Палшика, двух важных. И вчерашний митинг показал, что городское население, оно полностью поддерживает оппозиции. Вот касательно как раз-таки и поддержки, и поздравлений в других странах, ну, по крайней мере, премьер-министр Виктор Орбан был практически первым. Украинского и украинского народа, он, конечно, конечно, приедет. Даже не дожидаясь официальных результатов ЦИП. И вот, в принципе, он прибыл, да, уже в Тбилиси, если я не ошибаюсь. И вот протестующие... Да, да, он прибыл, его уже обсвистали. Освистали его, когда он хотел. Народ показал, как он его принимает. До его приезда Евросоюз сказал, что то, что скажет этот человек, никак не отражает мнение Евросоюза, что он говорит только за себя и за Венгрию. На самом деле, пока до сих пор выборы эти признали Венгрия, Армения и Азербайджан. Ну, с Армения и Азербайджаном понятно. Это соседние страны, такая традиция политическая, что мы всегда признаем. Ну, да, вот результаты выборов друг друга, они, конечно, и они тоже так делают. Но это не считается, а с Венгрией тоже все понятно. А вот другие страны, особенно США, страны Евросоюза, большинство, ну, пока никто не признал. И что важно, что у них всех, наверное, будет сейчас требование, чтобы провести расследование, как все это произошло. И как получилось, что на некоторых участках 133% у населения голосовало и более 100% отдали голоса с грузинской имминистерой. Это разумное предложение, я думаю. И грузинское правительство, уже нелегитимное грузинское правительство, просто я хотела к чему спросить, зачем это Орбану. И вот когда Грузия, в принципе, шла к Евросоюзу, как-то активности со стороны Венгрии не было. А теперь вдруг такое внимание. И, собственно, даже сейчас тот же, ну, как говорится, нацелено на выстраивание правительства в Венгрии, нацелено на выстраивание стратегического сотрудничества, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде. Да, сотрудничество в экономической сфере. Это вдруг появилось вот это вот желание? И какое вот взаимовыгодное, может быть, отношение у ваших, ну, в вашей истории? Ну, конечно, Венгрия исторически, там, тружеская страна, и венгерский народ, исторически стружествует народ. Но у нас в Грузии и Венгрии никогда не было особо тесных отношений, особенно там, финансово-экономических сферах. В взаимной инвестиции почти нул, и товарооборот очень-очень маленький. И вряд ли изменится в будущем. Так что, на самом деле, Орбан такой вот этот, ну, можно сказать, неонацистский интернационал, который там поддерживает всех таких диктаторов или автократов, как он сам. И, наверное, он обещал, что когда Трамп победит, он поможет выстраивать отношения с Трампом, и вот тогда уже все будет в порядке. На самом деле, все эти, там, все эти Путины, все эти Иваны Шюри, все эти Орбани надеются на этом, что если Трамп победит, у них какое-то... они смогут там выстраивать отношения, и тогда уже все будет в порядке. Ну, посмотрим, как закончится выбор в США, но я не очень располагаю думать, что Республиканская партия США, она как-нибудь будет сотрудничать с Куринской мечтой, потому что представители этой партии не раз заявляли, в том числе вчера, что они не будут тружить с Куринской мечтой, считая его пророссийской антидемократической силой. Спасибо вам, Ишата, за то, что нашли время. Для нас, напомню нашим зрителям, Ишата Утиашвили, старший научный сотрудник Фонда стратегических международных исследований Грузии, был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Продолжение следует...